Около 250 индивидуальных предпринимателей, представителей крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств и организаций Заречного и Пензы еженедельно работали в нашем городе. Каждую субботу на улице строителей выстраивались торговые ряды. Здесь продавали овощи, фрукты, крупы, мясо, колбасы, рыбу, консервы, полуфабрикаты, хлебобулочную продукцию и многое другое. Тысячи зареченцев на ярмарке покупали все необходимые продукты на неделю. Ходили, нравилось и ходим. Что покупали на ярмарке? Яблоки, рыбу, сыр, мед. Заняты будем летом на дачах, так что до осени опять начнем ходить. Соленая капуста, соленые огурцы, мясо покупали. Я ни разу не была на ярмарке. А почему такое? У меня устраивает магазины наши. Ходили, нравилось. А что нравилось, чем нравится? Ну, то, что большой выбор. Хожу, аж по три раза, або я вот живу рядом. Где курчины, курчники, где что? Такое из мелочи. На наши пенсии много купишь, как раз-то. Ага, а по три раза ходили. Зачем ходили? Только я погляжу в окно и опять иду. А что мне, я одна живу. Мне скучно. Согласно постановлению главы администрации Заречного, ярмарки выходного дня в нашем городе будут проходить до 18 апреля. Для организации торговли также планируют перекрывать движение на улице строителей. Предполагается, что вся она будет занята. Вот только не все группы товаров будут представлены на прилавках. Согласно санитарным нормам и правилам, да, действующим у нас в стране, продажа скоропортящейся продукции при температурном режиме более плюс 4 градуса запрещается при отсутствии соответствующих технологических оборудований. То есть в холодильниках скоропортящимся продуктам относятся мясо, некоторые типы кисломолочной продукции, масло, рыба и так далее. Каждую субботу на ярмарке были представлены сотни видов товаров. В предстоящую субботу, уверяют организаторы, тоже будет из чего выбрать. В этот раз предприниматели обещают многообразие куличей, сладостей, всевозможных творожных масс. На ярмарке можно будет приобрести все, что должно быть на праздничном столе в день главного православного праздника – Пасхи.